Друзья, здравствуйте, приветствую вас. Меня зовут Анастасия Гусарева, это Политека. И как обычно, мы с вами здесь встречаемся, дабы проанализировать все происходящее в мире и в стране, понять, почему происходят те или иные события, где наше место в этой системе координат, ну и, конечно же, найти ответ на главный вопрос, что с этим всем делать. Дабы анализировать, расставлять акценты, оценивать, мы всегда приглашаем наши эфиры аналитиков, экспертов. Сегодня у нас в гостях Геннадий Дубов, политический аналитик, юрист. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Начать наш разговор предлагаю вот с чего. У нас новые перипетии, которые касаются и денег, и стратегий, и, возможно, дальнейшего хода военных действий в том числе. С декабря прошлого года украинская власть практически не начала строительство оборонительных линий, несмотря на многочисленные заявления по этому поводу. Об этом заявил главредцензора Юрий Бутусов. Он говорит следующее. На данный момент на большей части объектов, которые были намечены для строительства, даже не начато инженерных работ. А там, где начали, есть только начальный уровень. Не завершено ни одного объекта, темпы просто мизерные. По его словам, вся наша оборона – это то, что успела выкопать пехота своими лопатами, и какие-то деревца, которые пехота сама себе срубила для перекрытия в соседней посадке. Поэтому потери у нас бешеные. От гранат из дронов и гранатометов, от минометов. Поэтому так быстро враг нас выбивает огнем, убивает, берет в плен выживших. По мнению Бутусова, министр обороны Умеров боится на Банковой поднимать вопрос строительства, потому что знают, что если спрашивать о деньгах, то можно вступить в конфликт с офисом. Но еще ранее газета New York Times писала о удивительно слабых укреплениях ВСУ к западу от Абдеевки. И тут возникает закономерный вопрос. Во-первых, где деньги, которые выделены на это строительство? А во-вторых, действительно, казалось бы, это вполне вписывается в позиционную войну и так далее. И очень логично то, что надо строить оборонительные укрепления. Но вот по словам Бутусова их нету. С кого нам спрашивать? Ну, в первую очередь, с Бутусова, поскольку именно он является источником подобного рода информации. И вот я бы для начала задал господину Юрию вопрос относительно того, откуда у него настолько большой комплекс информации, который он озвучивает публично. Поскольку я знаю, что он на Лидии фронта бывает, у него, безусловно, есть некие военные знакомые. Он каким-то образом информирован, но настолько комплексно и настолько полно утверждать про подобного рода факты, я не знаю, являются ли его источники настолько достоверными и комплексными, чтобы просто им насово верить. Поскольку, если мы возьмем объективное свидетельство, да, действительно в западных средствах массовой информации были подобного рода утверждения с приложением двух фоток со спутника. На протяжении фронта в тысячу километров, в одной Донецкой области, и не говоря про дальше, про Луганскую, про Харьковскую, про Запорожскую, мы имеем линию тысячи-полторы, а то, если взять и белорусскую границу, то все две. Мы знаем также, что в мемуарах во всяческих и в принципе в книжках по военному искусству есть, ну, описан хорошо феномен, когда два солдата в одном окопе, они видят боевые действия по-разному. Я не утверждаю, что у нас все готово и нет никаких замечаний. Ситуации, когда нет никаких замечаний в любой стройке, в том числе военных укреплений, ее в принципе по определению быть не может. Но вот такая вот категоричность и широта выводов меня как бы смущает. Некоторым образом, поскольку тут, вероятно, по-нормальному только генеральный штаб может иметь подобного рода полную информацию. Да, и его могут дезинформировать некие подчиненные, которые на бумаге пытаются сделать лучше, чем оно звучит по факту. Но утверждения настолько сильны, настолько категоричны, что я бы, не знаю, необходима верификация. То есть, если есть некая информация, которая вбрасывается в общественный дискурс, должна быть необходимость или просто верить на слово. Слово верить у нас наполняется всевозможными смыслами в самых разных проекциях, в том числе и Бутусова. То есть, Бутусов, как некий символ веры, веры взраду в этом случае, он меня не устраивает. Я хочу иметь возможность руками, глазами и какими-то другими рациональными средствами перепроверить сказанные им. И, возможно, моя оценка бы отличалась. Возможно, я пришел бы к тому же выводу. Но так или иначе, если человек постулирует выводы и не дает никаких конкретных исходных данных, мы не видим, например, обращения Бутусова в офис президента. Если Умеров боится проинформировать, как он утверждает Ермака или Владимира Александровича Зеленского, то пусть Бутусов, может быть, лучше не через Ютуб с Фейсбуком информировать офис президента. Адрес офиса президента известен, в принципе, почта работает в Украине. Пишется соответствующий документ, прикладываются доказательства. И если он считает, что руководство дезинформировано, он может этот момент исправить. Тут же получается, какие цели могут быть достижимы подобного рода информированием всего общества о том, что все плохо. Кроме условного падения боевого духа, наверное, никакие. Поскольку в условиях военного положения массовые митинги, манифестации и прочее мирное собрание граждан не запрещены. Коллективное обращение к президенту, в принципе, можно было бы подписать. Но тогда нужен фактаж, который, вероятно, имеет закрытый характер военной тайны. Поэтому я очень негативно отношусь к подобного рода способам коммуникации. И думаю, что она должна проходить немножко в виной форме, на уровне каких-то закрытых встреч, совещаний, в конце концов, письменных обращений. Если Бутусов пишет исходные данные объективные на адрес офиса президента, и они не реагируют, вот этот момент можно тогда обсуждать. Тогда уже нужно бить в колокола, нужно публиковать это все и всем обществом уговаривать военно-политическое руководство принять меры. Но сегодня на суд наш и на суд их не предоставлены соответствующие документы, сведения и прочее. В то же время в ГУР сообщают о том, что в России утром взорвали железнодорожный мост, по которому перевозят боеприпасы. В Самарской области России утром неизвестные взорвали опору железнодорожного моста. Украинская разведка сообщает, что эту железнодорожную ветку использовали для перевозки боеприпасов и в ближайшие недели мостом пользоваться не смогут. Об этом также написали ряд телеграм-каналов. Они сообщают о том, что мост через реку Чапаевку на перегоне звезда Чапаевск был как раз-таки разрушен. По информации одного из телеграм-каналов, звук взрыва был слышен около 6.15 утра по местному времени. Движение поездов остановлено, задерживаются 4 поезда. В регионе объявлен план Загорск, на месте работают спецслужбы. Как вы считаете, может ли вот такая техника мелких порезов, если это можно назвать и вписать в эту парадигму, дать нам довольно-таки хороший результат, если мы говорим в перспективе года или, наверное, нескольких лет? Хоть мне не хочется верить в то, что это все так затянется. Это вопрос количества. Но как раз метафора с условной этой китайской пыткой про мелкие порезы заключается в том, что вместо одного смертельного удара наносятся тысячи или сотни маленьких, которые по болевому эквиваленту соответствуют одному смертельному. И тогда еще более мучительно наступает гибель вот этого прибывающего под пытками. Если речь будет идти про единичные случаи порезов, то очевидно, что просто по аналогии с человеческим организмом мы можем сделать вывод, что они совершенно нормально заживают и не приносят никакого рода существенного ущерба такому организму. И более того, этот организм, возможно, становится устойчивее. Поскольку мы знаем, мы каждый раз, как люди, боремся, каждый день встречаемся с тысячами вирусов. И у нас формируется иммунитет. И в стерильном ситуации жить нежелательно. Ровно потому, что только ты выходишь на улицу, ты сразу можешь смертельно заболеть. Поэтому вопрос в количестве. И вопрос, вероятно, я понятия не имею, как наше главное управление разведки и прочие специальные службы планируют это. Но эффективная подобного рода стратегия или тактика может быть только в случае массового некого применения. Возможно ли это сегодня? Является ли это выходом из ситуации войны и шагом к победе? Мне сказать сложно, поскольку мы с информацией, которую видим, задержалось 4 поезда. Ну, задержалось 4 поезда. И насколько это стратегически врагу приносит урон, есть обоснованные сомнения. Но, с другой стороны, мы же тоже исходим из того, что мы не знаем всей информации. И отсюда мы ограничены в наших аналитических мерах, которые можем принять для обработки такой информации. Да. В то же время появилась информация о том, что Зеленский провел ежедневный селектор. Там обсуждали аудит ВСУ, поступление оружия и боеприпасов. Об этом в своем же телеграм-канале сообщает сам президент. Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершен. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье взамен утраченного. Дал поручение главе ОГА взять это на контроль. Далее, во время заседания президент заслушал министра Умерова, представителей Минобороны по фактическим поступлениям оружия, боеприпасов и запланированных поступлений. Заслушал главкома по оперативной обстановке на основных направлениях аудита вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно доклады разведок СБУ и МВД. Предлагаю это все постепенно разобрать. Первая история – это история с Одессой. Естественно, это большая трагедия, которая случилась. Самое большое количество, наверное, за последнее время детей погибло в Одессе. И в то же время многие паблики разгоняли видео с вечеринок в клубах, с заправок, там, где музыка звучала и все остальное. Это в то время, когда в Одессе был объявлен траур за погибшими во время этой атаки России. В то же время многие паблики, которые это разгоняли, или телеграм-каналы, их так или иначе связывают с провластными, называют, вернее, их провластными телеграм-каналами. Хотя у нас нет доказательств прямых или коственных этому, мы просто ссылаемся на то, что многие об этом говорят. И возникает вопрос, в чем проблема навести в законодательном поле порядок таким образом, чтобы проведение вот этих всех вечеринок и так далее стало невозможным, если объявлен траур, допустим. И зачем это все разгонять по пабликам, чтобы что? Ну, я могу только предполагать, снова-таки, я могу предполагать, что таким образом возможно как-то взаимодействовать с обществом на тему чрезмерной расслабленности. И ничего не может быть более трагичного, чем смерть детей. К сожалению, уже по состоянию, я боюсь ошибиться по датам, но плюс-минус год назад еще целая организация объединенных наций давала 500 погибших детей. 500. И это год назад. И с тех пор мы понимаем, как минимум, вот эти вот ребятишки одесские, они в это число будут как бы трагически приобщены. И, вероятно, там еще и больше было. Восток постоянно. Зеленский говорит, что 400 авиабомб только за прошлую неделю. И в том числе по Курахово, в том числе по ряду других населенных пунктов, где до сих пор, непонятно почему, прибывают наши граждане с детьми. Поэтому много говорила наша власть по поводу того, что ряд наших граждан, они чрезмерно расслаблены. Война для многих не существует. Есть много населенных пунктов, которые, и слава богу, и дай бог, что так было дальше, которые и не подвергались военному воздействию, и в принципе, как бы из дискурса, кроме как в плане моментов с ТЦК, войны, как бы во многих случаях нет. Одесса – это город, который все лето подвергался массированным ракетным и дроновым атакам, как и Киев, между прочим. Но мы видим, что и рестораны, и клубы, и прочие развлекательные заведения, они работают. Был скандал с Боха, с клубом. Не так, чтобы я ханжаю против того, чтобы люди, в принципе, закончили с развлечениями, но я исхожу из того, что, наверное, нужно быть как-то умереннее и сдержаннее. И осознавать, по большому счету, что простой факт, который никем не может быть оспорен, что ежедневно какое-то количество людей, немаленькое количество людей в Украине гибнет. В том числе и, прежде всего, к сожалению, детей. На этом фоне, то есть, моральный фон состояния нашего общества, он может влиять, среди прочего, на мобилизацию. То есть, у одних все хорошо, они не собираются никаким образом, ни активным, ни пассивным в этом участвовать. Кто-то другой смотря на это все. А клубы себе могут позволить, наверное, это люди с доходом выше среднего. Другие, смотря на подобного рода людей, которые такое поведение демонстрируют, они делают вывод о том, что если им так все хорошо, то даже продолжать не хочется. И вот подобного рода вбросами, не вбросами, поскольку я видел в телеграм-каналах, уже полиция вроде как бы отчиталась, одесская, что эти записи якобы сделаны не в день траура, непосредственно. Но подобного рода приемы информационные, они могут быть использованы для того, чтобы взбодрить, скажем так, наше общество, или, вернее, отдельных его представителей. В целом, все-таки общество, вероятно, ощущает, что мы находимся в состоянии войны, что мы там находимся, и что вести себя во многих моментах нужно иначе. Другой вопрос, который у меня возникает к людям, которые курируют всю эту информационку, а не стоит ли задать вопрос себе? Не лишнего ли оптимизма вы насыпали задолго до этого? Не рассказывали ли вы случайно про то, что Ленд-Лиз приедет и всех убьет, и победим послезавтра? Про русские активы, про Гагу и много-много других тем, которые не оправданы. Их нужно обсуждать, безусловно, но несколько в более реалистичном ключе. Нам, как обществу в целом, постоянно пытались продать часто ложные надежды на скорейшее завершение военных действий, начиная с господина Арестовича, который сегодня, по его же признанию, переобулся, начал рассказывать совершенно другое, что мы осуждаем глубоко. Но так или иначе, если посмотреть на повестку информационных каналов, там по-прежнему все хорошо, там по-прежнему нет никаких проблем, там по-прежнему все толкуется в остро-оптимистичном ключе. И я обратил внимание, что информационная повестка не всех каналов, я не буду обобщать, но существенной части людей, которые считают себя борцами на информационном фронте, она уже критически расходится даже с заявлениями Владимира Александровича Зеленского. Вот не интерпретируются слова президента, который обращает внимание на необходимость консолидации, которые обращают внимание на необходимость давления, в том числе на партнеров, что не предрешено ничего. И с поляками у нас проблема есть, оказывается. И воли политической не хватает, и средств ПВО нам не дают, ну и прочее. Президент говорит об этом прямо. Кто не верит, может посмотреть. Вот вчерашнее обращение вечернее Владимира Александровича. Находит ли это отражение среди тех, кто называл русских военнослужащих чмобиками, что мы воюем против там армии в лаптях, ну и прочих людей, которые сеяли несбыточные надежды. Ну, мне кажется, нет. Возможно, это как раз та точка, где нам нужно немного подснять розовые очки друг с друга и посмотреть на мир реально, и понять, что нам необходимо прилагать нечеловеческие усилия для того, чтобы преодолеть врага. Да, хорошо, чтобы все это понимали, и ко всем пришло это понимание. Я абсолютно согласна, что это в первую очередь информационная политика. Если разбирать еще вот этот селектор, который прошел, очень интересно и очень важно. Это аудит ВСУ, о котором мы уже слышим не в первый раз. И вот президент говорит о том, что это обсуждалось. Как вы считаете, будет ли это донесено до общества? И что этот аудит ВСУ, в принципе, должен показать, продемонстрировать? И будут ли последствия после этого аудита? Потому что в Минобороны аудит вроде как бы тоже был. И Умеров как бы тоже вроде заявлял, что они там обнаружили 10 миллионов или что-то такое нецелевого выкористания и тому подобное. Но ВОЗ и ныне там. Ну, вы понимаете, надо посмотреть результаты, но очень часто из того, я видел отдельные аудиты Минобороны, там не по военной тематике, но по другим, там по хозяйственной деятельности в том числе. Это такая часто бюрократическая проверка, которая дает убытки иногда, которые, грубо говоря, не в ту графу внесли, но не украли. Это может фигурировать абсолютно часто в графе, типа, выявлено, вот выявлено. И потом все это суммируется, и получается какая-то такая совершенно страшная цифра. Как его будут проводить? Используя старые подходы, то есть, проверяя журнал учета журналов и журнал «Возвращение из отпуска» и прочего такого прекрасного бумажного, или там будут смотреть по сути нарушений. И часто наши проверяющие, это касается и гражданской жизни, и военной жизни, они отдают предпочтение форме, а не содержанию. Как будет в этот раз? Хотелось бы, чтобы преимущество было у задержания. В любом случае, опираясь, опять же, на слова Владимира Александровича Зеленского, озвученными вчера, основная проблема обеспечения вооруженных сил Украины находится не внутри, а вовне. А именно, в плане поставок обещанных при этом, не то, что там не обещанных, а обещанных систем вооружения и боевых припасов. И, как говорит наш президент, на сегодняшний день он не видит политической воли выполнить данное обещание украинскому народу. И это ставит глобальный вопрос, собственно говоря, являются ли ценности, и мир, основанных на правилах, настолько важным для наших европейских и американских партнеров, чтобы они могли приступить через свои политические невзгоды, через свои политические дрязги, и все-таки выделить нам уже то, что обещано. Мы не говорим даже о 2025-м годе, поскольку на 2025-й год нам даже не пытается, на сегодня никто ничего обещает. Является ли мир, основанным на правилах, для них важным? И почему, например, корейский диктатор в полуголодной стране передает нашему врагу 2,5 миллиона снарядов, а нам не могут дать миллион? Вся европейская комьюнити, так сказать, и Североатлантический альянс. Эти вопросы непростые. Они могут быть расценены кем-то, как игра на руку врагу. Но это соответствует факту. Вот если мы научимся такие вещи признавать, и задавать более прямо, более остро, более дерзко, возможно, мы и для себя что-нибудь поймем, или, возможно, вернемся к тому светлому миру, где ценности, правила и права человека являются наивысшей ценностью, а не экономические интересы, как это сегодня происходит, например, на нашей западной границе. Да, вы имеете в виду поляков. Тут надо уточнить, и чтобы зрители тоже понимали. Вот давайте как раз о правах человека в этом контексте, да, и о мобилизации, которая надвигается. Денис Малючко сказал о том, что коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать. Я так понимаю, что это он озвучил в интервью РБК Украина. Ну, по крайней мере, я у них смотрю эти его комментарии. Во-первых, стоит отметить, что очень красивые усы новые у Дениса Малючки сделаны, и это нельзя не заметить, судя по этому фото. Значит, во-первых, идея мобилизации осужденных, в принципе, это первый момент, который надо отметить, потому что это говорил и Венеславский, и, я так понимаю, повторяет это в Миньюсте Денис Малючко, о том, что те, кто не за тяжелые преступления, те, кто имеет отсрочку от пребывания, наказания, и все остальное, это первое. А вот, допустим, его спрашивают о том, какие категории, он говорит, коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять на войну, и так далее, и тому подобное. Вот эти все разговоры, о том, что осужденных, вот по этим статьям, или по этим статьям, насколько эти разговоры вписываются в юридическую плоскость и в права человека, насколько нет, и как это тогда можно все оформить, чтобы нам потом еще не предъявили претензию о том, что Украина нарушает права человека в этом плане? Ну, нарушение прав человека тут вряд ли можно усмотреть, поскольку есть некие критерии, все граждане Украины являются военно обязанными, все, включая женщин, между прочим. Дальше есть некая такая градация, дифференциация вот этих вот всех граждан Украины, человеков, которые одни при одних условиях могут служить, вторые при других условиях, то есть, у кого-то отсрочка, ну, к примеру, там, если отец и трое детей, или если женщина, которая не имеет профессии по соответствующему классификатору, типа там фармацевта или врача. Эти классификаторы можно поменять буквально там одним изменением в закон. Это тоже нужно понимать и осознавать. Дальше у нас есть закон Украины про мобилизационную подготовку, мобилизацию, там написаны все изъятия и исключения. Там, к примеру, народные депутаты. Нам вот нужны народные депутаты? Нужны, поскольку кто-то должен представлять украинский народ в единственном органе законодательной власти, и поэтому все народные депутаты имеют отсрочку от мобилизации. Женщина, ты мужчина, там возраст, не возраст, ну такое. Дальше по возрасту есть градация, есть градация по болезням, то, что должна сказать воинско-врачебная комиссия, ну и прочее. И среди прочего, не отсрочка, а припона для мобилизации, является наличие непогашенной судимости. То есть, человек, например, может отбывать условное наказание за совершение уголовного правонарушения. В этом случае, исходя из сегодняшней нормативной базы, ТЦК призвать такое лицо не может. При этом он может совершить, например, неумышленное преступление. Он может совершить преступление, ну скажем так, которое характеризуется низким уровнем общественной опасности. И в принципе, он даже может хотеть поступить на службу вооруженной силы Украины, но его не берут в силу наличия формальной припоны. Если, соответственно, человек, если внести изменения в это положение законодательства, он может или сам прийти, соответственно, мобилизироваться, или, как и всем остальным гражданам Украины, кто не имеет этой непогашенной неснятостью судимости, его могут, соответственно, призвать в порядке мобилизации, как это происходит со всеми остальными. Поскольку тут момент тоже социальной справедливости. То есть, есть два совершенно одинаковых слесаря на одном заводе, у одного есть приговор условный, например, за нарушение правил дорожного движения, что повлекло тяжкое телесное для какого-то там лица потерпевшего, на машине въехал от кого-то, а у второго нет приговора. Один, получается, подлежит мобилизации, а второй не подлежит. Будут ли у первого, кто подлежит, некие вопросы в отношении равенства, справедливости и разумности того, как у нас устроена законодательная база? Вероятно. Далее. Если мы говорим об осужденных, тут нужен специальный механизм, в том числе освобождение от уголовной ответственности, который может быть предусмотрен, например, актом помилования или решением суда. Тут тоже можно думать, но осужденные, а не такие же граждане Украины, просто поражены немного в правах, в частности, лишены свободы. Тут, если мы их будем освобождать и мобилизировать, это скорее чисто формально идет в сторону расширения их прав, возможностей, в том числе, встать на защиту Родины. А как это все юридически тогда должно быть оформлено? Ну, то есть, это же, мы же не можем там, например, заставлять, да, людей, потому что это, ну, идти на фронт, это не наказание, это там обязательство, которое граждане исполняют, да, и это обязательно для всех. То есть, это что должно быть? Помилование? Или как это выглядит? Я не видел изменения именно в этой части. Это может быть помилование, это может быть специальный судебный механизм, что, вплоть до того, что ТЦК обращается в суд с просьбой освободить человека от отбывания наказания и одновременно принимает решение про его мобилизацию. Для этого, как минимум, нужно пройти врачебно-войсковую комиссию, и так далее. То есть, технически это возможно выписать. Вот, например, в Российской Федерации в стадии нашего врага там вообще не заморачивались особо. Там на основании просто писем каких-то выгребали заключенных, в группу Вагнера, в частности, а потом тем, кто тоже вне правового поля, вне полностью вне правового поля, а потом давали указы про помилование, кто там дожил, кто прослужил полгода, если не ошибаюсь, там такой принцип был. И дальше они, по-моему, до сих пор не перешли на изменения некого уголовного процессуального законодательства или уголовно-исполнительного законодательства. Так делать у нас не надо, поскольку мы государство правовое, необходимо законодательно предусмотренные механизмы, ну, вариантов, как они могут выглядеть, много, в принципе. Но вот вы сказали, что мы не можем заставить исполнять обязанность воинскую, ну, как бы, на то она и обязанность, что можем. Можем, в том числе, и заставить. Альтернатива это получить еще один приговор суда по соответствующим статьям уголовного кодекса. То есть, в принципе, у всех есть вот этот выбор или в армию, или в тюрьму. Хороший выбор. Время непростое такое. Да, но и время непростое. И пока мы обсуждаем мобилизацию, Медведев уже который раз заявил, что Украина – это Россия. На федеральном просветительском марафоне «Знания первые» заместитель председателя Совбезобезопасности РФ Медведев заявил, что территории на обоих берегах Днепра неотъемлемая часть России, а также вспомнил о книге второго президента Украины Леонида Кучмы «Украина – не Россия». Прямая речь следующая. Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории на обоих берегах Днепра неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия, говорит Медведев. Ну и так далее и тому подобное по списку о Европе также и все в том же ключе. Первый вопрос. Когда Медведеву уже надоест выступать этими речами? Это первое. А второе. Зачем Медведева выпускают делать эти заявления? И может быть не просто так, вот знаете, его как ручную белочку выпускают, он сделал, ага, посмотрели, как на это отреагировали, пошли как-то действовать. Ну, будут ли выпускать? Ну, вероятно, будут. Выпускайте Кракена. Ну, его начальник в послании к Федеральному Собранию недавно сказал, что употребление алкоголя в Российской Федерации существенно уменьшилось, и про бросай пить, вставай на лыжи. Ну, мы можем делать вывод, что поспешил. Поспешил, проблема до сих пор есть. Если более серьезно подходить к вопросу, ну, тоже, мы недооцениваем на самом деле то, что говорит товарищ Медведев в том смысле, что он единственное лицо, которое имеет полномочия, по сути, формально, в иерархии, он зам царя. То есть, он зам главы Совбеза, главой Совбеза является Владимир Путин. И подобного рода риторические приемы, они им используются, то есть, есть классическая дипломатия, где говорится, что-то забуалировано, ее часто тяжело интерпретировать российскому населению и населению типа всего мира. И вот примерно то, что они подразумевают подрядом обтекаемых формулировок дипломатических, переводится на почти такой дворовой понятный язык, делается это умышленно, я как бы уверен, что делается это осознанно, не под влиянием каких-то препаратов и прочее, это серьезная планомерная работа по взаимодействию уже не с элитами, а с обществами. И с элитами в том числе с точки зрения придания коннотации определенным заявлениям официальной власти. То есть, про ядерные удары, про деноцификации, про вот это вот все, про то, куда там российские войска собираются дойти, чего украинские вооруженные силы, будем надеяться, не позволят им сделать. Это озвучивается через телеграмм Медведева, поскольку этика и столетние традиции дипломатии, которые, как ни крути, они присутствуют в Российской Федерации, хоть нам нравится, нам это не нравится, но это факт. Они как бы пережевываются на простонародную речь, и с этим в том числе и российские пропагандисты, и те, кто им симпатизирует на глобальном юге, и даже в европейских странах, и в Соединенных Штатах Америки, они могут донести это до широких народных масс. Расчет примерно такой. Поскольку расчет, например, наш был всегда на то, что общество все поддерживает справедливую нашу борьбу, то у них он ровным счетом наоборот. Они пытаются убедить западное общество в том, что это долго, дорого, и непонятно зачем, и в принципе, типа, будет лучше, если вы бросите Украину. Мы с этой позицией категорически не согласны и противодействуем им. Противодействуем им, прежде всего, на уровне ценностной риторики, которую мы используем в рамках нашей дипломатии, и общение с населением через актеров, через инфлюенсеров разнообразных, через появление Владимира Зеленского и других официальных лиц перед широкими массами европейских и американских обществ, ну и так далее. То есть, здесь мы играем с мыслами, но уже играем с мыслами на поле, ну скажем так, простого сознания среднего европейца, американца, китайца, индукца и прочего. Если продолжать тему о алкоголиках и алкоголизме, в некоторой степени, значит, Царев выступил и с заявлением, он более того пытается поучать Путина. Мы не можем взять Украину силой, говорит предатель Царев, надо действовать как Геббельс. Значит, предатель Олег Царев призвал Кремль усилить пропагандистское влияние на Украину, которое не удается сломить силой. Коллаборант Олег Царев пытается поучать Кремль как правильно порабощать Украину. Он требует усилить пропаганду против украинцев, так как силой захватить соседнюю страну не удается. Он говорит, кто у нас работает с территории Украины. Мы войну ведем. Мы должны обращаться к той части, которая с той стороны линии фронта. Нет результатов этой работы. Даже в Великую Отечественную войну Геббельс работал на красноармейцев, разбрасывались листовки в тылу, на фронте. Были определенные месседжи, которые доводились. Сейчас гораздо проще. Не надо разбрасывать листовки на длине фронта. Есть громадное количество инструментов, как донести свою точку зрения до противной стороны. Посему есть несколько вопросов. Как скоро Царев окажется там, где оказался Гиркин, который пытался поучать всех и вся? И сколько еще неудачных покушений на Царева мы можем увидеть в ближайшее время, которое из них станет успешным. Но главное это может Царев озвучил то, что уже наконец-то начинает доходить до всех пропагандистов, гауляйтеров, активистов и так далее, что силой взять не получается. Я бы больше поставил на последнюю часть вашего тезиса, поскольку и, кстати, более-менее вменяемые с той стороны военные эксперты, и вот большой материал на днях прочитал, они, обосновывая свои суждения, то есть, не просто вот эта вот бравада их зет или ура патриотическая, а обосновывая соображениями военной науки, понимая, какого масштаба Украина в плане территории населения и потенциала для сопротивления, он даже без западной помощи огромен на самом деле. Чтобы его сломить, нужны, если не десятилетия, то точно годы, плюс увеличение экспотенциальное вооружение Российской, они утверждают, Российской Федерации, плюс мобилизация 3-4 миллионов человек, что вряд ли они могут себе на сегодняшний день позволить, даже при помощи братской северокорейского народа и, возможно, даже китайского народа. Поэтому единственный, кто может победить Украину, это сами украинцы. И вот это заявление Царева, оно ложится в эту конду. Посеять раздор, посеять сомнения, посеять сомнения не в плане перспектив и оптимизма, как у нас представляют, а когда наши граждане друг в друге начнут видеть врага, видеть агента Кремля, и у нас отдельные деятели очень много делают для подобного рода подходов. Вот сказал, что это не то, не там и не тому, просто по этому факту сразу клеймо и погнали. И у нас таким образом может оказаться проблема, поскольку нет единого понимания, что такое кремлевский нарратив. Кто оперирует подобного рода тезисами, например, пусть список составит, реестр, желательно его утвердить на уровне государства. А попытки были, кстати, был глоссарий от незабвенного Алексея Мячеславовича Данилова, там мы узнали, что Прибалтика это кремлевский астраны Балтии, это правильно. Насколько это важно для нашей священной борьбы, это глубокий вопрос. Ну и в общем, единственный способ для Кремля эффективный, реально, нас победить, это чтобы мы устроили у себя здесь охоту на ведьм, ловили бы ежедневно кого-то из Кремля, у кого подкинуть которые не проблема, или постоянно выпускали этих сумасшедших активистов, которые, кстати, очень жду, как Кристо Грозев выдаст нам список какой-то, он журналист заслуживающий доверия многолетней своей работы, кто же там из нашего гражданского общества и на ФСБ там подшаманивал, и на гранты западные. Вот очень интересно, но это тоже может быть частью борьбы, поэтому мы должны исходить чисто из позиций, принципов правового государства, с презумпцией невиновности, с доказанностью, без вот этого вот шельмования общественного, и сохранять единство не в плане там, как Петр Алексеевич армия Малавира, будь он не ладен, а в плане принципов, которые заложены в нашей Конституции, со всем этим прекрасным, ценностным и европейским. Вот если мы в себе внутри сохраним приверженность ценностям, настоящим, немнимым, тогда мы выстоим и победим. Если нет, тогда у Кремля появляются шансы. И напоследок, не могу вас не спросить о ситуации в Приднестровье, мы это обсуждали на прошлой неделе, но вот вышло с заявлением Института исследования войны, аналитики которого полагают, что Российская Федерация будет использовать обращение непризнанного Приднестровья как трамплин для дестабилизации. Министр иностранных дел Лавров использовал дипломатический форум в Анталии для продвижения нарративов о Молдове, что создаст условия для гибридных операций Кремля, направленных на дестабилизацию Молдовы и предотвращение ее вступления в Евросоюз. Об этом говорится в обзоре Института по изучению войны. В ответ на призыв КРФ непризнанного Приднестровья о так называемой защите Лавров заявил, что Молдова идет по стопам Киева, повторяя свои сравнения политики Молдовы в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года. Надо сразу отметить, что Молдова ответила на это все. МИД Молдовы отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который комментировал обращение Приднестровья. Там заявили, что страна, которая сажает в тюрьмы оппозиционных политиков, убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли. Насколько эту ситуацию в Приднестровье можно раскачать по состоянию на сейчас. И тут стоит отметить, что я недавно прочла, что и гагаузы тоже обратились вслед за Приднестровьем, туда же. Ну, то есть, пытаются качать все, что качается. Пытаются качать все, что качается, и при этом по большому счету это необязательно связано с непосредственной политикой Кремля. Не нужно создавать из Кремля образ некого всесильного зла, а Путина представлять как дьявола. Потому что просто по одной простой причине дьявол это сущность непобедимая. Она вечная и существует всегда с точки зрения такого религиозного взгляда на мир. Поэтому, если мы посмотрим вообще в принципе, что происходит в мире, начиная от Венесуэлы, которая там на Гаяну покусилась, заканчивая тем, что на сегодня там из северокорейских средств массовой информации сайтов затирают тезисы про объединение Кореи как цели, заканчивая историей про Китайскую Народную Республику с Тайванем и прочими такими, не говоря про Африку, не говоря про многие другие горячие точки типа Красного моря, где происходит по сути блокировка мирового судоходства, то плюс Израиль с сектором газа. Мы вот это вот все просто на Кремль свесить не можем, поскольку иначе мы должны признать его всесильность и всемогущество. Этого нет. Они не могут ничего сделать, с поставленными перед собой целями так называемой специальной военной операции по факту незаконной войны против Украины. И в этой связи мы просто должны констатировать, что и наша ситуация, и ситуация много где еще, они являются проявлениями эрозии этого мира, который построен на правилах. И ряд вот этих вот, ну скажем, событий, они могут быть вписаны как некое проявление старых болячек и старых конфликтов. Приднестровье это не столько российский, наверное, анклав, сколько корпоративно там полубандитский место, по сути, вот такая серая зона, где правят не там пророссийски настроенные люди, а люди, которые в том числе за деньги Кремля занимаются решениями своих вопросов, и в том числе про контрабанду, как говорят. Это я утверждаю средств массовой информации. И их отношения с республикой Молдова, которая, по сути, дает им флаг, гимн, герб и паспорта для того, чтобы тоже иметь выход на внешние рынки, они имеют экономическую природу. И шантажировать в том числе возможной эскалацией на территории Приднестровья вот эти вот люди, которые держат власть собственно в этой непризнанной республике, они могут, исходя из только своих коммерческих интересов. Это не значит, что это Кремлю на моменте невыгодно. Возможно, они и поддерживают, но в этом есть сомнения, просто в силу того, что российская армия очень далека от того, чтобы, как они сами заявляли в своих пабликах, пробивать сухопутный переход и в Приднестровье. Там еще до сухопутного коридора, мягко говоря, далеко, мягко говоря, поддерживать их войска, свой небольшой контингент ударами крылатых ракет и прочими вещами или ядерным оружием, вероятно, что они не станут. Поэтому, если сегодня Приднестровье качнет какое-либо военное противостояние, это закончится быстро очень и не в пользу Приднестровья. Об этом говорят и наши военные эксперты, и западные военные эксперты. Поэтому, возможно, эту всю ситуацию более продуктивно анализировать в парадигме некого экономического, политического противостояния между этими мятежными анклавами и с правительством Молдовы, которое исповедует проевропейскую позицию на протяжении лет. А может раскачать Приднестровье на деньги и Кремля, естественно, ситуацию до такой степени, что это действительно каким-то образом помешает вхождению Молдовы в Европейский Союз, сделать какую-то дестабилизацию? Главным фактором, который мешает Молдове вступить в Европейский Союз, на сегодняшний день является экономическое развитие Молдовы. Поскольку Европейский Союз нужно тоже нам очень хорошо это помнить, Союз экономический. Он про торговлю, он про экономическое развитие, про выравнивание и про вот это вот все. И критерии вступления в Европейский Союз, они прежде всего экономические. И Молдове мы как и себе хотим пожелать экономического процветания и развития, отсутствия любых агрессивных нападок со стороны, для того, чтобы мы смогли соответствовать тому уровню стандартов экономических и правовых, кстати. Мы с вами про ценности выше упоминали, про то, что в сегодняшнем видении мира одним из главных условий экономического развития является современная правовая система на основе реально применимых принципов права. Не когда они декларируются где-то там сбоку, а когда они реально воплощаются в жизни, когда общество понимает их значение и содержание. Вот тогда и Молдове хорошие перспективы и дай бог и у нас. Спасибо вам большое за разговор. Геннадий Дубов, политический аналитик, юрист, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, я благодарю вас за то, что вы нас смотрите, поддерживаете и комментируете. Для нас это очень важно, потому что это помогает нам продвигать канал «Так работают алгоритмы Ютуба», а вам это помогает слышать ответы на вопросы и полезную информацию, которая помогает вам не утонуть в этом море событий, которое происходит фактически каждый день. Мы обязательно увидимся с вами в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева, а вы, пожалуйста, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Гусарева,